так всем привет ребят как всегда с вами джамбу макс и в этом видео мы распакуем xbox series x вы по-любому смотрели видос как я его забираю и честно я все еще не верю что он у меня вот здесь я вот знаете вот реально не понимаю что это не сон вот реально как будто я во сне и просто не верится как всегда перед началом видеоролика ставьте лайки подписывайтесь на канал и пишите свое мнение у xbox series x прежде чем мы раскроем хочу сказать немножко мнение коробки она достаточно прикольная сделана из классного материала кстати полностью переведена на русский язык вот так вот она смотрится здесь кстати за хелла обидно реально обидно что она все так не успела к выходу xbox series x и для самых внимательных здесь написано показана игра приобретается отдельно ну то есть к сожалению они поняли что не успевает и сделали вот такую штучку жалко конечно потому что было бы классно а поиграть на xbox series x в некс ген игру в эксклюзивную некс ген игру как вы видите я даже не раздевался сразу как приехал начал снимать распаковку потому что мы уже не терпите и раскрыть кстати никто не трес еще коробку давайте потрясем посмотрим гремит ли там что-то или нет что-то гремит как будто киндер сюрприз для того чтобы открыть вот срежем такие вот штуки и двадцать и вернем по-моему здесь еще несколько штучек таких сейчас мы положим ее вот так вот так ну чё открываем вот знаете от распаковки я получаю удовольствие потому что xbox series x упакованы реально круто я блин я на самом деле не верю что он у меня дома капец нравится вот эта штука потому что она немного придает эффект премиальность продукта то есть пока все супер кстати забыл сказать а минус на самом деле коробки в том что там все-таки нет ручки помню когда xbox one забирал там была ручка это было удобно нести а так ты вот прям вот несешь его так коробка по сути ничем таким не пахнет все здорово и давайте идем дальше на самом деле классная фича вот что ты можешь ее просто вот так вот взять закрыть и такой вау как маленькая шкатулочка где есть большой алмазик xbox мы вытащим чуть позже вот а сначала мы давайте откроем вот эту штуку и посмотрим так что у нас тут hdmi кабель hdmi кабель 2.1 это важно кстати многие при распаковке радовались тому что положили именно этот кабель и я не понял радости потому что если бы с xbox не положили бы hdmi именно hdmi 2.1 у меня были вопросы типа почему так как бы ну положили и хорошо так кабель питания кстати вот мне очень интересно длинный он или нет потому что для многих это важно поскольку многие присмотрели место для свой xbox и сервис x там где далеко от розетки и то есть многих интересует именно длина кабеля питания давайте посмотрим насколько он длинный ну я бы не сказал что он очень длинный вот вот короче на вытянутую руку это я полностью и делаю вот как бы ну в принципе должно хватить наверное туда куда я присмотрел его я этого не хватит к сожалению поэтому нужно будет думать куда поставить xbox другой место сейчас будет одно из самых интереснейших это геймпад кстати геймпад положен вот в такую вот штуку очень классно чтобы он не шевелился и давайте его распакуем геймпад очень интересен на ощупь конечно будут самые первые впечатления но я волнуюсь серьезно очень волнуюсь спросите ребят это это не что-то нечто с чем-то опа и это новый контроллер сразу хочу сказать что он сделан с другого материала то есть если сравнить с третьей ревизии то этот материал очень сильно отличается реально вы когда его попробуйте на ощупь вы поймете о чем я говорю насчет персиков сразу же да здесь есть текстура она ощущается намного лучше чем она 3 ревизии потому что на 3 ревизии тоже была текстура но это придает такой вот знаете наверное большую цепкость и это очень классно изменились бампера курки они стали не такими глянцевыми а больше наверно как как типом матовыми не матовыми но что-то близко стики по моему не поменялись кстати очень интересно сравнить их размер да стики одни и те же это радует вот но от нового контроллера пока лишь положительные эмоции до изменений мало то есть я не могу сказать что я взял какой-то другой геймпад такие ощущения складываются только из-за пластика из-за вот эту текстурок и стали наверное прикольнее бампера и курки вот пока у меня впечатление такое насчет крестовины нажимается она довольно таки удобно но громко удобность крестовины я вам советую все таки опробовать именно на игре киллер инстинкт потому что именно на ней нужно играть на крестовине и там она намного используется резче чаще и то есть ее использование там намного эффективнее нежели стики также я заметил еще отличие в том что вот эта штука теперь тоже не глянцевая почему дело в том что на геймпадах с первой по третьей ревизии у консоли xbox one она была глянцевая для того чтобы пропустить некую связь с кинектом если вы там сфоткать и вы увидите некие датчики которые связывались кинектом на xbox series x не будет кинекта это сто процентов сказали поддержки никакой не будет вы не сможете присоединить и пока он не планируется поэтому они видимо забили и просто закрыли эту штуку короче если делать первое впечатление геймпаде прикольный стильный удобный ничего так скажем дискомфортного здесь нет все нажимается супер единственный рт бампера стали ту же ту же но это нужно будет посмотреть в игре как она и чего type-c батарейки тоже у нас комплекте блин я забыл аккумуляторный батарей купить черт но единственное и самое главное что меня волнует новым геймпаде это то чтобы он долго прожил потому что у меня были геймпады и на них ломался стик надеюсь что механизмы здесь другие намного лучше чем в старых геймпадах и геймпад проживет намного больше но если вдруг у вас ломается геймпад что-то с ним будет не так звоните в поддержку microsoft и они вам без проблем починит или его заменят идем дальше кстати если вдруг кто-то не знал на xbox series x именно на геймпадах будет улучшен отклик якобы задержка станет еще меньше что касаемо внешнего вида то вот это вот штука которая была на 3 ревизии вот это вот выемка здесь ее нет и все равно геймпад выглядеть довольно таки хорошо теперь идем дальше идем самым главным сорян и я волнуюсь может быть какие-то заплеты будут в словах но это просто эмоции так смотрите вот в этой штуке у нас есть только лишь справка пользователей вот такая вот но она нам особо не нужна и теперь мы идем к самому главному а именно консоли xbox series x кстати мне кто-то писал что якобы здесь есть ручка которая якобы приподнимает xbox но давайте попробуем его немножко приподнять нет он не приподнимается здесь смене инструкции по настройке о том как вставить батарейки так скажем ну простая штука которая по сути не нужна наверно кстати было бы очень классно если бы вместо этой штуки все-таки положили какой-нибудь xbox life gold xbox game pass или xbox game pass ultimate потому что пользователь который получает данную консоль ну по сути вот я сейчас не вижу никакого кода и видимо эта консоль совершенно голой без каких-либо игр без какого-либо контента и это наверное для пользователя который не имеет подписки xbox game pass и даже пока не представляет как ее приобрести вот это минус но опять же у меня подписка есть поэтому мне ничего страшного вот если был бы пробник то я дал бы его вам если что в комплекте нету гарнитуры многие ждали многие гадали что вдруг может быть какая-то гарнитура нет гарнитуру не кладут уже давно наверное с момента когда вышел xbox сон с и дело все в том что на геймпаде есть меньше джек 35 вы можете ставить туда без проблем любые наушники и без проблем и слышать игру и играть в чате поэтому гарнитуры туда не кладут а если бы клали то наверное консоль стоило бы дороже так ну что торжественный момент достаем xbox серия с x кстати он довольно таки это увесистый увесистый так сейчас как бы его так сделать коробку наверное немножко на задний план подвинем закроем геймпады я волнуюсь пацаны капец как ну знаете когда я делал копию бумажную вы наверное это видели но она в принципе такая же то есть я ожидал такой размер но он все равно выглядит компактным то есть когда я взял фатку она довольно таки огромная сорян что в этом видосе не будет таких сравнений но фатка намного больше то есть xbox серия 6 он довольно таки компактный это очень круто так давайте его как-нибудь раскроем теперь его ставим сейчас я попробую повернуть сразу лицом к вам что давайте раскрывать как говорится потихонечку помаленечку но пока на самом деле от распаковки я испытываю только одно удовольствие это реально классно получить какой-то новый продукт так раскрываем вау просто вау это здорово вот реально он выглядит очень и очень круто вот это вот зеленая панель сейчас я вам сразу покажу вот эту зеленую панель она тоже дает некий эффект вау и реально придает придает такую 3d иллюзия будто там светящийся зеленый круг если что он не светится это просто такая вот такой обман корпус здесь реально очень клевый нереально намного лучше чем у xbox one обычного как вы можете заметить он не особо ляпается если у вас чистые руки я не думал что я буду этому радоваться но вот реально какая-то эстетика просто вал кстати кнопка механическая подставка довольно таки хорошо стоит то есть он без проблем не качается если вдруг кому-то интересные разъемы которые показывают тысячу раз у нас два юсбшника и интернет кабель питания hdmi на выход если что на xbox one был на вход то есть он мог проигрывать изображение с других консолей с каких-то медиа плееров здесь такой штуки нет а если что через корпус можно увидеть всякие железки но они нам не важны плюс есть разъем под ssd-шник который кстати стоит около 20000 если вдруг вы его купите то мейкните я хочу посмотреть на вас но больше всего мне понравилась вот эта вот штука зеленая смотрите какой какая обман очка будет там такой черный круг на самом деле нет просто вот это вот решеточка снизу она разукрашена таким образом что вот дает такой эффект вот это это прикольно давайте сейчас попробуем положить ее горизонтально прикольно тоже неплохо выглядит но если судить по рекламе то он все-таки должен стоять вертикально кажется так потому что логотип в таком состоянии он перевернут но когда вы ставите его горизонтально очень клёво то что есть логотип xbox и это довольно таки очень круто смотрится кстати очень еще забавно то что близко он кажется не таким большим но когда ты отходишь он кажется довольно таки объемным вот такая вот еще штука бывает кстати еще в xbox series мне очень понравились ножки я не думаю что они как-то выпадут потому что на xbox series s были такие ножки которые выпадали они там держались на клею и к сожалению я некоторый потерял надеюсь с этими ножками будет все в порядке честно как устройство xbox series x вызывает действительно эффект вау вы не поймете этого пока не распакуете сами но когда вы распакуете вы меня сто процентов поймете при распаковке xbox x могу сказать что он оставил только положительные эмоции потому что как устройство оно выглядит премиальное хорошо упаковано ничего нигде не скрипит кстати давайте попробуем его потрясти ничего там не трясется сборка классная на ощупь он очень приятный опять же если вы можете посмотреть а нет оставляет он немножко пятна но прям очень мало потому что я видел обзор блогеров ляпали вот так вот и там же жесткие такие пятна совали здесь нет здесь довольно таки хорошо просто мойте руки так ну все в коробке больше ничего нету нету не иксбокс геймпассы нету иксбокс лайв головы а и тем более подписка ультимейт то есть это консоль к без каких-либо подписок что на мой взгляд немножко минус честно я доволен как слон я надеюсь что эта консоль служит мне до конца этого поколения не сломается ни разу меня не подведет вот и надеюсь что она в скором времени получит очень крутые игры в общем ребят а если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свое мнение о распаковке xbox series и хочу сказать что в следующем видео мы ее запустим посмотрим как она настраивается и так скажем следующий видос будет первый запуск xbox series x поэтому ставь на колокольчик чтобы не пропустить все я пошел его подключать а